Украинские защитники оттеснили врага от населенного пункта Богдановка. Это то самое Бахмутское направление. Штурмовики 93-й бригады «Холодный яр» при поддержке артиллерии зачистили ключевые позиции врага, чтобы уменьшить давление на часов яр. Сам же город россияне равняют землей авиационными бомбами и артиллерией. Специальная корреспондент КТСН Юлия Кириенко побывала в разрушенном часовом яре и пообщалась с украинскими штурмовиками, которые и уничтожают живую силу Россия. Уже развеивается черный дым на горизонте, но только что мы наблюдали прилет управляемой авиационной бомбы. Вон еще один. Таким образом россияне уничтожают часов яр. Он уже сейчас похож на то, что мы видели в Бахмуте. Оккупанты пытаются окружить этот город, а все потому, что он на господствующей высоте. На армейском языке это значит тот, кто контролирует эту высоту, контролирует линию фронта. Так выглядели прилеты Каба в земли, а это их попадание зафиксировал квадрокоптер армейцев с неба. Огромный гриб будто бы накрыл город, по разбитой улице которого удивительно спокойно идут две женщины. Под их тростями трещит стекло, которое было до недавнего времени окнами их же квартир. Добрый день, что вы здесь делаете? Вот здесь. Мы тут живем, мы поймали. Именно в дом, где живут эти женщины, мы случайно забежали, когда хотели скрыться от обстрела. Женщинам на грохот авиабомбы и артиллерии будто бы все равно. Ждем победы. Над украинской победой в Часовом Яру работают бойцы бригады Холодного Яра. На наших глазах они пытаются добить группу врагов, которая засела в окопах. Там нарыто очень хорошо, тяжело выбить. Есть противник, останавливаем противника. Сначала работает по россиянам миномет, потом подъезжает на помощь и наш танк. Холоднояровцы уже сутки не выпускают врагов из укрытия. Просто мы сейчас наблюдаем за противником уже который день. Есть приходы, лужа возле их траншеи. Они пьют воду оттуда, из лужи просто. Выбегают, берут и потом снова прячутся. То есть у них нет возможности даже оттуда выйти? Нет, у них нет возможности ни зайти, ни выйти. Но задача максимум для армии – сжечь дотла эту позицию. На самом деле сейчас на экранах мы наблюдаем завершение боя за эту лесополосу. Сутки назад здесь был наш удачный штурм. И холоднояровцы уничтожили вражескую пехоту, сидевшую по таким же норам. Резче! Давай блиндаж сюда, закрепляйся! Эти кадры сняты во время штурма викингам. До полномасштабного вторжения он был на заработках в Дании. А теперь умело штурмует посадки. По сложности, наверное, это по десятибальной шкале где-то восемь было. Викинг и еще несколько штурмовиков зачистили немалую территорию от врагов. Кажется, что может быть важного в этой полосе, что за нее разворачиваются аж такие бои. Но армейцы говорят, это территория около села Богдановка, что находится по дороге к Часовому Яру. Тактически важная для обороны города. Эта позиция необходима для того, чтобы перекрыть между позициями, пустить пространство, куда могут россияне зайти. А так мы пришли, забрали, уже там все убиты были. Холоднояровцам удалось не только оттеснить врага, но и стратегически улучшить свою линию фронта. В Богдановке сейчас штурмовые действия остановлены, противник не наступает больше, а здесь мы удерживаем фланг, чтобы не зашли прямо с фланга на Богдановку, на сам населенный пункт. Еще и выйти из боя без потерь. Даже по сути ни одного трехсотого – это прекрасный результат. Направление, скажем так, важно для того, чтобы немного разгрузить Богдановку. И теперь добить остатки врага. Выезжает шведская боевая машина пехоты SV-90. Несколько выстрелов и бой завершен. Противник уничтожен. Село Богдановка на этом участке фронта – одно из основных направлений наступления на Часов-Яр. Холоднояровцы уверены, что они уничтожили на окрестностях села целый ряд позиций оккупантов на длительное время остановит вражеские штурмы.